Снова здравствуйте, дамы и господа. Мы с вами возвращаемся на вторую карту нашей Best of 3 серии в рамках DPC лиги высшего дивизиона Северной Америки. Высшего. Да, Дмитрий? Ой, Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий. Вы замутились. Конечно. Высшего и сегодня у каждого в этом регионе своя роль. Например, Undying сегодня бьют, а Simply 2Base защищаются. Да, защищаются они пока не так успешно, как Envy, который сегодня защищался целый час и даже смог сделать крипов, но в любом случае, может быть, они хотя бы хорошо надрафтят в второй карте, потому что в первой карте их драфт напоминал лютую дичь, которая на самом деле драфтить не рекомендуется вообще нигде и никогда. И лучшее, что можно сделать, Дарья, лучшее, что можно сделать, это просто своровать героев противника, потому что их драфт был тоже очень хороший, при этом очень простой. Ну, пока отчасти получилось, только Варлоком Земелью они решили вернуть обратно. Видимо, один из лучших героев у их четверки, уж Бог его знает. Ну и по кэфчикам ты был прав. Сейчас у нас на эту серию GGBAT говорит аж под 12 на Simpli2PS 1196 и 1.02 на Undying, но 1.02 хата тоже звучит неплохо. Ну, что теперь? Undying взяли Undying, вот как ты к такому относишься? Ну, пока не знаю. Надо посмотреть на общую картину. Ну, против Земелья уже неплохо на линии он будет выглядеть, по идее. Хотя бы его помучает. И вопрос теперь, чтобы под такого-то Undying брать вторым на харду. Undying, он как добавка. Ты вот, как будто они сейчас делают соус к блюду, но мы еще не знаем основное блюдо. Может быть так, что Undying будет шикарен? Может быть наоборот, что он будет нафиг не нужен? Надо посмотреть. Что же приготовит Undying в качестве основного блюда? Ну, учитывая то, как у нас в Simpli2PS абсолютно ничего не показали на первой карте, то там даже если это будут пельмени с уксусом, все равно плохо не сделают. Ну, подождите, давайте... Давайте... Не будем так категоричны, потому что пик ужасный был у Simpli2PS в прошлой карте, и поэтому даже если бы там были жесткие челики, с большой вероятностью они бы все равно приграли, потому что у каждого пика есть свой предел. И Death Prophet. А сейчас... А сейчас уже получше. Сейчас уже имеется два Саленса. Мощный раскаст в мидгейме за счет Airspirit, Варлока, да и ДПшчка отлично наяривает духами. Я бы сказал, что уже пик... Вот уже эти три героя смотрятся лучше, чем весь пик Simpli2PS в прошлой карте. Да, я так подозреваю, что это будет ДПшка на тройку пока что, но опять же она может пофлекситься, и мы увидим относительно чего. У Брайла достаточно широкий пул, и вот он тоже огромный любитель всяких спиритов, того же самого Вайда, он крайне часто пикает, и вот Пак это был тоже один из его самых таких вот наигранных персонажей. Но в целом он и ДК, и прочих тоже может спокойно попикать, но пока у нас появляется связка на харду, это Darkfellow плюс Beastmaster. Я такое одобряю, не знаю, как ты. Вообще Beastmaster вот новая с топорами вот этими обновленными, так скажем, с тем, что можно под них докупить, это прикольно. Особенно знаешь, с Инджинкая покупаешь какую-нибудь и топорами всех месишь. Мы туда еще накидываем Вейл, потом накидываем Феечку, которая очень любит под Рор забегать с Бедломом и начинать разваливать. И вот эти два героя вместе, они разваливают кого угодно. И в Рейс Кинг на первую позицию. Снизу прям очень хорошо. Единственный минус, это то, что Рейс Кинг, возможно, пострадает на линии, потому что к нему придет Бессмастер и Феечка. Если его начнут душить с нулевой, то там, конечно же, будут трабы. Варлок не тот герой, который может хорошенько оберегать Рейс Кинга из-за того, что Варлока просто убивают. Бессмастер может вызвать Кабанчика, рейдкликнуть Варлока, Феечка дает поляну, Варлок, допустим, где-то там застревает и его убивают с уроки. Соглашусь, да. Ну, просто вот относительно Биста, очень многие похоронили его, как только появился этот патч, просто из-за того, что Некрономикон его любимый убрали. И, как оказалось, только он превозвысился за счет того, что вспомнили про другие его сплы. Нашли замену, да. Но при этом Рейс Кинга может просто уйти в лес на третьем левле. Уже, то есть, работяги в двоечку и поехали. Поэтому, ну, будем считать, что более-менее. Мне снизу очень нравится драфт. А вот сверху андайанги сейчас будут показывать свое основное блюдо. Чем же они заправят? Да, надо бы что-то придумывать на мид. Ласт пик у нас остается за самими андайангами, поэтому они в целом-то в плюсе. По идее, сейчас, надо посмотреть, за ними ласт пик или не за ними. Сейчас, сек. А, нет, ласт пик у нас за симпли-то-бейст. Да, все. То есть, они могут пофлектить Death Prophet в зависимости от того, что они увидят, сделанным от андайанг. И появляется Тайт Хантер, и Бессмастер вполне себе спокойно может приехать на мид. Это тоже вполне в рамках мета, ничего такого удивительного. Но и Тайт Хантер мид это тоже работает. Да, но я бы ДП-чик уже ставил в мид, она слишком хороша против противника. Три миличника уже, сифончики вовсё, очень легко убить духами. Просто под тобой бегают миличники и фокус еще одного, второго, третьего. И мне, если честно, у симпли-то-бейтед пик нравится в разы больше, чем у андайангов. При этом Варлок, он чем-то напоминает Варлока с прошлой игры. Если он просто стоит в тысяче РНЖ, где-то начинается драка, неважно где, все эти герои, они сами к нему подойдут. Он просто кидает големы, бомды и все, и все это тихо падает. Интересные баны от симпли-то-бейтед, два таких кэри очень хардовых, очень надолго. То есть здесь, видимо, расчет на то, что гораздо дальше, чем лейнинг стадия, на которой ДП вполне вероятно выиграет, что у Биста, что у Тайт Хантера. Чтобы это можно было перекрыть потом эту оплошность сорока минутами фарма. Нужен максимально ультимативный Корленденг. Сейчас, мне кажется, они опять пикнут какому-нибудь Фейслесвойду и все. Ну, неважно, Терроблейд, Фейслесвойд, Медуза там, кто угодно. Вивер. Но я не вижу в нем ничего ультимативного, я бы вот так сказала. Ультимативного я тоже не вижу, да. Вивера — это темп, Виверу нужно захватывать преимущество. Если захватить преимущество и не дадут выйти Симпли-то-бейтед с базы, будет хорошо. Теперь можно ДП отправлять ей на троечку и брать в мид героя, который хорошо разговаривает с Вивером. С Вивером хорошо, на удивление, разговаривают все спириты, которые просто дают ему станы и убивают. Шторм, Воид спирит, Эмбер спирит, любой спирит всегда во все времена был хорош против Вивера. И все они, кроме Шторма, доступны. Забанен только Шторм спирит, и прошлую катку Ани Хиллэйт играл на Вайде. Поэтому вполне возможно, сейчас опять Вайда ему пикнут. Тогда уж, раз такая у нас музыка пошла. Они взяли... А, Рубик на... Вот слушай, 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 я видела здесь, в Америке, уже два лайнапа. Рубик против Беста на миде. И знаешь, как там Рубик носил, дай боже как. Это вообще... Это впервые в жизни я видела Рубиков на миде, которые побеждали именно вот в этом патче. И здесь так оно и будет, Рубик против Бестмастера. Он сам максит свою пассивку, он сам покупает какую-нибудь Каю, и он с этими топорами так носится, как черт. Я одобряю. Я еще одобряю Рубика с Шокучаем Вивера. Тоже очень хороший герой. Он просто бегает, носится, его очень сложно поймать. И знаешь, я просто, когда смотрела на сам лайнап, вот Рубик против Бестмастера, я думала, ну что там может пойти не так. А потом я смотрю на Бестмастера, который вообще к крипам подойти не может. И Рубик, который, видишь, на лоу хп держит или убивает. И тогда я поняла, что где-то я была неправа. И все, с тех пор я Рубика в миде уважаю. Особенно, когда именно такая дабла против него образуется. Ну, не знаю, пока действительно Симпли Дубей старается побольше, но тут на классе может всякое случиться. У нас в итоге ведь Саберлайт идет на харду. Да, вместе с Феечкой и Бестмастером на миде. И Дубу с Вивером будет стоять на эндайинге. Ну, посмотрим, как она будет. Мне, конечно же, больше бы нравился какой-то такой второй надежный кор, который бы мог бы хорошенько затыкать Вивера. Но с Рубеном, с другой стороны, у них появляется хороший замес в мидгейме при условии, что он сворует что-то полезное. Топоры Бестмастера — это идеально. Реведж хорошо. Шукучий Вивера. Там, на самом деле, очень много чего хорошего можно свороть. Поэтому я бы сказал, что скилловый Рубик эту каточку может затощить. Посмотрим, насколько он скилловый. Да, учитывая то, что все-таки мидеры особо не наигрывают Рубика, но, может, это будет исключение. Что там у нас? Рубик довольно неплохого левела в Dota Plus. Хоть какие-то каточки-то он докатал. Все-таки на платину тоже наиграть нужно довольно много. Так, Дарья, мы тем временем наполним нашим зрителям о том, что XPG — это наш официальный спонсор турнира. И он для вас приготовил механическую клавиатуру XPG Sumner, которую можно купить по суперцене. Ищите баннер по трансляции. Продано, Дмитрий, продано. Я учусь, Дарья, учусь. Ну, что? Если вы говорите продано, значит, я делаю успехи. Я без тени и сарказм это говорю. Так, а у нас тем временем может случиться какой-нибудь небольшой конфуз. Если сейчас Дубу не отойдет, его Фли уже засек вроде как. Да, увидел. Лицом к лицу с ним встретился, хотя он сам уже пожалел об этой встрече, потому что пошел сюда один. Ну, видимо, на этом и закончится стычка на старте. Да, вот интересно все-таки. Вот здесь мне радует то, что у нас такой матч второй сложился. Может, он опять закончится 2-0, и вторая катка будет снова в одну калитку. Но, тем не менее, здесь хотя бы драфты такие интересные получились. Что-то на дефолтное было предложено. Ну, из плюсов, вот если посмотреть, можно выделить то, что у андайангов супер-таки прочные линии. То есть вивера выгнать с линии очень сложно. Особенно Деспрофит, это почти нереально. Тайтхантер с Сандайангом или там Тайтхантер с Вечкой тоже попробую бей одного второго. Один супер-прочный, а вторая просто уходит в Шаддл Реал, ее выгнать невозможно. Поэтому, наверное, вообще единственная слабость — это бисмастер в миде, и по-хорошему на эту слабость нужно давить. То есть в идеале, если он играет через быстрый боттл, ему нельзя давать забирать руны. Потому что если он забирает руны, он просто выходит в мид, кидает топоры и убегает, фармит лес. Классический такой мидер. Ну, пока тут еще рано об этом посудить. У Брайла существует этот топор в единичку, Рубик пока просто давит через фейдболты. Это очень тоже выгодный ресурс с точки зрения того, чтобы мешать крипчиков Брайла добивать. И ждем действительно боттлов и воина за первые рунки, которые начнутся уже достаточно скоро. Все-таки поднерфили такую необходимость быстро выходить в боттл и тем самым сэкономить на покупке собственного регена. И приходится и самим покупать пачку тонгусов себе на миде. И помимо этого еще и на боттл пытается по фасту фармить. А пока Фли умирает от тимана, кажется, последняя тысячечка осталась и добивает. Легкая первая кровь для него получилась. Ну да. Очень трудно ставить против Андэнга и Вивера. Особенно четверкой силовиком. Вообще, не знаю, по-хорошему, вот этот земель, он здесь не особо-то и нужен. Потому что он вообще ничего не делает Андэнгу. Я бы даже сказал больше, он помогает Андэнгу тем, что забирает экспу у ДП и при этом ничего не делает. Рано или поздно он уйдет с этой линии, ДП останется одна и придется бороться против Андэнга, который уже на нее набегает. И Вивера, который мгновенно сокращает дистанцию и лупит из-за всех сил. Ну, там она может как-то за счет спирит сифонов подольше поддержиться и, по идее, будет их максить. Это достаточно, чтобы тебя по-быстрому не убить. Да, но если в нее въедут вдвоем, то она в любом случае будет вынуждена убегать. Поэтому здесь земель, он немножко лишний. Ну да, пока вся польза, то, что он подвидел, все. Вот второй левел, то есть брать и все, и уходить. Потому что ФБ он уже отдал, на линии он никак не помогает добивать крипов, он никак не мешает Виверу. Вивер топ-1 по крипчикам, он будет все время топ-1 по крипчикам на этой линии. А он еще может умереть. Ну, учитывая то, что мы обсуждали, что и на миде надо бы за рунки воевать, это действительно стоит того. Пока видим то, что у нас на легкой линии умирает у команды Симпли ТОБ, есть еще и их варлок. Ну и все. То есть тут у нас, я пока не вижу никаких позитивных начал этой лейнинг-стадии, не считая того, что Рубик нормально держится. Он так и должен был. То есть он должен дальше еще начать и душить очень сильно. И в принципе уже пора бы ему начинать. Пока он тут за счет стиков нормально по мани будет держать себя. Ну вот, как я и говорил, если бисмастер просто будет спамить топорчики и забирать рунки, а на самом деле это довольно-таки легко делается, да, он просто кидает топоры по коды и забирает руны, то сложно его остановить, потому что линия в любом случае пушится, и Рубик сталкивается с тем, что ему нужно либо забирать крепчиков под вышкой, либо бегать за бисмастером. Поэтому я думаю, что бисмастера все более-менее будет, если он продолжит забирать рунки. А ну вот бунт-отик, смотрим, даже оставили. Снова зарядил боттл. И Рубик его не пробьет, если он будет постоянно обновлять цепи боттл. Ну сейчас будет еще четвертая минута, и еще можно будет за водяночек сходить. Да? Ну да, пока Рубик, он просто не мешает. Здесь действительно, возможно, нужна перетяжка какая-то лишняя от земели, чтобы просто мешать руны забирать, но земель пока предпочитает оседать на своей харде. И там тоже ничего общественно полезного, в принципе, и не делать. Да, просто вот мы смотрим на ДП, понимаем, что ей тоже некомфортно земель. Вот просто посмотрите, как эта линия стоит. Вот облот бьет ДП, вот она стоит без хп, без мана, вот стоит земель, ничем не может ей помочь. По крипстату у Вивера 20 на 3, у ДП 12 на 2, и они эту линию проигрывают, причем сладо. Так, Абраил пока в соло даже стоит крипчиком, бьет, потому что Никелэйт отошел легкий кэмп обидеть до появления руны воды. Он ее забирает, и все, опять размен рунками произошел. У Брайла все абсолютно круто и с запасом Ботла, и по нынешнему запасу мана, потому что он уже купил себе соло ринг. То есть он теперь может спамить бесконечно. Посмотрим тогда, что по Нетверсу. По Нетверсу мы видим то, что топ-1 и топ-2 – это первая-вторая позиция команды Undying. То есть здесь тоже задавить никак не получилось, и как-то уж очень сильно просел в Рейс Кинг. Ну, у него линия низкочета легкая, да? Вот он стоит, там Тайтхантер, тот самый, кто постоянно дебафает. Феечка, которая, кстати, ее хорошенько так бафнули, она линия уже стоит в разы лучше, чем раньше. И здесь очень сложно добивать Рейс Кинг. Приходится юзать стам, чтобы добить Рейджову крипа. Ну, это уже похороны. В куст встрял, хп-шку потерял. В общем, нет, тут все как-то не слава богу, пока борис бритвы. И Тайтхантер будет пытаться выходить в худ по-быстрому. Ну, а почему бы и нет, собственно, магии много понадобится. Да. И обычно, когда вот так вот кэрри терпит на легкой линии, он надеется, что его офф-линия душит. Но здесь мы видим, что и легкую линию душит. Варлока прогнали, а сейчас в Рейс Кинга будут прогонять. Ну, в Рейс Кинг-то готов в любом случае уже пойти на крепчиков в лесу посмотреть. Вот, наверное, пора уже. Вот, наверное, уже пора. Потому что с Тайтхантером, миличником, да еще и силовиком очень неприятно бороться. Ну, пока, правда, тут у нас скелетиков в двоечку качал. Хотелось бы в троечку. Но в целом уже можно идти. И все. Тут еще кусты пошли. Спам пошел, какой только можно. Накастовывает мы Миндертычку. Кидает Бориса. Борис остался без лица и без регена. И Варлок ему тут ничем не поможет, потому что у него мана также закончилась. Сейчас один Shadow World кинет и, скорее всего, просто будет уходить. Ну, или ждать нового регена, который ему Курьер принесет. Там, что Курьер принесет. Ну, да, кстати, достаточно много регены разом. Там даже базилку он себе затарил в итоге. Ну, вот даже если они не умирают на этой линии, то это... Ну, не идет сравнение с вивером, который стоит на легкой линии и душит ДП. Кстати, он реально душит. Пошел, 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 пошел. Снова прогоняет. Забирает большую часть крипов. То есть, Фрискин как бы стоит, да, но он не выфармливает, он не берет свое. Да, вот как бы в 6 минут игры прошло, два фрага было сделано и то в самом начале, уже 2000 преимуществ за ондайингами есть. И большая разница именно по тройкам, если сравнивать Тайтхантера с ДПшкой. Там, кажется, опять Варлок отваливается, да? Да. Да. И что-то я вот смотрю на Рубика, смотри, он вот как вкачал свой 6-й левел, он все время крадет одних кабанов 2-го левела. Интересно, сильно это ему помогает? Мне кажется, он не на это рассчитывает. Да, я уверен. Ну, в общем, пока Рубик не радует нас, если честно. Вот он появился, но... Не тот Душитель, которого я видела. Да, да, Бисмастер, он мало того, что фармит линию, так он еще и фармит лес. Поэтому у него чуть больше всего. Ну, субкорта можно убить? Нет, а когда ждем, он Миндер хорошо живет, там его подхилили. Дай боже как. И благодаря помощи дубу, Миндер фуловый, а у Фли могут быть проблемы, если получится его как-то остановить. Но никак не получится, потому что правил, что карст-раунд получил. У него рор есть. Он рор не дает, он ждет момента. Когда Рубик подставится. Не хочется на заблокироваться. Да, да, да. Ну, и в итоге Бисмастер, он мало того, что вот так вот хорошо фармит центр, он сейчас находится в позиции, где он постоянно видит за счет птичек то, где бегает и чем занимается. Поэтому его очень сложно загангать. Фли очень больно. Вечно Миндер по нему спамит. Миндер апнут на стике, поэтому он тут тоже себя сейчас хорошо зарядит и в случае чего будет практически фуловым. А Брайл фармит стаки. Тут очень много стаков феншентов, и он хочет их вынести до того, как-то соперники смогут ему помешать. Вот сейчас Аннигилейт даже скорее помог, чем что-то сделал. Он подбил всех крипчиков, а в итоге фармит продолжает забирать Бисмастера. Аннигилейт получает карст краун, Миндер на него нападение снова. Миндер спрятаться не успевает, его убивают. И Дубу будет следующим, видимо. Хотя отходит подальше, ближе к тавору. За ним летит Курьер, на него отбайтился Борис. Но фракцию рано получается сделать. Они елейдут, кажется, шпучак сейчас. Они молодцы, они вроде бы пришли и убили одного, убили здорового. Красава. Это тоже лучше. Брайл зря остался. То есть вот если Брайл не остался, то я бы сказал, что они потратили очень много ресурсов, и там они отыграли, ну, максимум, одну тысячу. Да, то вот с убийством Брайла уже смотрится пободрее. Да, и Тимада в итоге оставил абсолютно пустым свой изи-лайн, и надо бы туда возвращаться, но пока идет туда феечка получать экспул. Да, и он не фармил это линию. В общем, Рейдентам нужно просто успокоиться и дождаться Роробисмастера. Они не хотят успокаиваться, они хотят бить Варлока. Варлок тут отвалится довольно легко. Хорошо. И Фли тоже мог бы подставиться, но он вроде достаточно далеко, чтобы в случае чего укатиться. Они елейд подбивает Тамбу. Тамбу надо бы желательно не отдать. Дубу еще подхиливает ее, но шансов не отдать нет. Они елейд просто прожимает Шакучи и идет, добивает все, что хочет. Рор, рор, рор. Пошел, пошел, пошел. Но сейчас вот пора. Да, сейчас пора. На Макки Кинга... 350 МС-а. На Макки СФР как-то не стоило бы щадить его и оставлять без ультимейта, но получилось и так справиться через топорики Шакучи. Но Макки СФР по жизни страдает в этой игре очень сильно. Ну, БМ в игре. БМ в игре он наконец-то начинает перемещаться по карте. У него уже многое есть. Трор нужно кастовать по кулдауну в калу угодно. Рубику некомфортно перемещаться по карте, если, например, БМ не видно. Рубик пришел. Падение опять. И в этот раз его тоже. И убил СФР в очередной раз. Ну, Шакучами вот Рубик начал импакт уносить, убивать, ходить, что-то делать. Помимо этого он еще и хосту в этот раз активировал. И вот если будет какое-то удачное перемещение под дубу, то он тоже не составит большой проблемы. Илэйт только смог его догнать, хоста закончилась. На Шакучах можно продолжать давить, но это уже опасно идти на тройку противника. И желательно туда бы не соваться Рубику. Играй немножечко под затихнув. Невечку нужно Варлоку взять. Шестой левел и смело идти на треугольник. Бисмастер этот треугольник будет с игр фармить. Он мейндер, Манкис Форевер. Его как-то отрезали от своей команды. Сейчас он спускается поближе к Варлоку и оказался на безопасной позиции. Тут ждут какого-то файта. Прямо очень хотят, что тут Simply to Base навязать. Но все, что тут есть, это Феечка и Тайдхантера. А Тайдхантера можно убить и довольно быстро убить. Он кастует ревидж напоследок и это был ревидж пустоту. А зачем он его дал? Ну, просто закинул. Они потихоньку начинают закидывать рейденты. Они очень хорошо провели лейн-стадию. По сути, Бисмастер и Вивер получили очень много, но что Вивер и что Бисмастер сейчас многого не сделали. Бисмастер бегает 0-1. У Вивера 2-0, да, но это он там... Питает нападение на Феечку, под Тавером. Теперь есть под сейв небольшое дубо, но сверху падает еще и Голем от Варлока, который тот здесь, видимо, и получил. И все. На этом снова закончилась жизнь Феечки. Феечка начала очень безбожно федить. И все, чего хочется увидеть от Бисмастера сейчас, это просто, чтобы он кастовал рор. Вот просто найди любого героя и убей через рор. Можно купить смок. Можно опять же купить смок, найти кого-нибудь и развалить. У него есть такой вариант. Там ДП, который очень быстро умрет через рор. У нее сейчас нет шмоток на выживаемость. Рубик тоже самое. Нашел Рубика, 1000 хп взял и убил. Но он прям вот так вот жадно фармит свой лес, просто никуда не хочет идти. Мечтает о быстром Аганьме. Ну, пока да. Такое ощущение у меня сложилось, то, что Брайл просто ни разу и не скастовал свой рор с момента его появления. Не рискну утверждать, конечно, но я ни разу не засекла какой-то успешной попытки. Но Брайл на пути к Аганиму. С Аганиму он станет, конечно же, в разы домажнее с топорами, которые грейданутся за этот счет. Но вот хотелось бы хоть как-то сейчас приложить усилия, потому что нападение снова пошло и снова на феечку и снова она ушла в Астрал. Флип отцепили. Карст Краун на нем тоже будет. Гарш сверху от Саберлайт кидается, но теперь нету ревейджа, а он был сильно помог. Мне лучше бы, наверное, отойти подальше. И теперь такая ситуация, что вот все то время, которое они ждут, все то время, которое вивер бегает, на самом деле он очень много бегал и очень мало убил, это было время для Рескинга, который уже близок к Релику. И вот учитывая, какой слабый старт был у Рескинга, учитывая, какой хороший старт был у вивера, мы видим, что сейчас они уже наравне. А когда в Рескинг купят 3-1, там уже ситуация будет меняться. Да, я так смотрю, очень много на миде вечно грязи делает Варлок за счет фаталбонцов, хоть они и на двоечку вкачаны, но миллиард дэмэджем не проходят. И в итоге, хоть и заденяли вышку в андайинге, но они потеряли сам факт этой вышки. Да, по итогу ДР потихонечку выкарабкивается, Рубик продолжает бегать. Шокучи — это один из таких самых сильных сплывов. Да, по-хорошему, все время нужно иметь Шокучи, топоры или, например, ультимейт Айтхандера. Вот, самое-самое-самое. И как только у Варлока откатится ультимейт, откатится у него ультимейт через 30 секунд, идти и кидать голема. Куда угодно. Можно даже без рискинга, потому что они настолько мощный раскаст имеют, что если они все кинут красиво, то они там многих убьют и еще успеют отойти. Соберлайт. У него блинг в планах. Борис просто переместился на нижнюю линию, здесь фармит АФК, и учитывая то, что огромное количество союзников не так уж и подалеку находилось, на него нападать никто не хотел. Да и вообще вижена нету в своем лесу команды андайинг. И сами андайинги больше на другой половине карты как-то обитают, но хоть и тима до ФК фармится, остальные делают ну как-то ничего. Хотя опять же, мне хотелось бы дождаться сначала Аганима на Бестмастере, после этого увидеть от него какую-то уже полноценную активность. Вроде как он уже готов практически. Совсем чуть-чуть осталось ему до Аганима, соточку золота, даже меньше уже, один крип. Все, он нафармил, отлично, нужно идти драться. Готов, красавчик, все, вперед. Давай, идем и реализовываемся. Ты готов? Готов. И мы готовы. Я-то всегда готова, да. Суета происходит и все. Само собой. Дарья, тут команда уже готова, она тут уже минуту тусит. Она говорит, Бестмастер, выходи. Бестмастер такой, ща-ща. Он отпушил мид пока. Так, треугольничек. И вот у него опять же, у него хайролл с точки зрения того, что у него выпало. У него есть Ферри Трингет, который дает ему на процент к заклинаниям и минус расход маны. У него есть уже Аганим, то есть у него топоры грейжены, уже по самое не могу. Почему-то не сходить и не подраться-то. Треугольничек, Дарья. А там внизу за месяц еще происходит. Без участия, причем, нашего Бестмастера. Но зато получается Сусимада выкосить из этой каточки и Варлока, и Бориса. По крайней мере, первую жизнь он с этим справляется с Эберлайт. И следующим Борис все-таки будет падать. По идее, этот паут делать не успеет. И он действительно не успел. Это как развалить без мидера. Что делать, если ваш мидер не идет с вами драться. Да, да, да. Но Дайер сделали все некрасиво. Я не понимаю, почему такая страсть. А давайте по-быстрому убьем Тайдхантера. Вивер, Андайинг, там кто угодно, черт возьми, быстро умрет, кроме Тайдхантера. И они умудряются бить только его. Ищет 700 хп, у него худ. Он еще быстро бегает, у него фейзик, и они пытаются его убить. Так, теперь драка с мидером. Подожди-ка, Брайл. Разбирается с Рубиком, но Рубик украл топоры, и теперь начинает спаять вот этими топорами. Последние топоры остались! Нет, все равно там, подхилился, и вроде как все нормально прошло. Но это был бред. Кстати, Рора, он по-прежнему не дал ни разу. Но мы ждем, мы ждем, мы терпелевы. Зачем он качал его? Уже на двоечку выкачал. Ну, 5000 за ними. Ну, они просто на голом фарме вывозят, эти мады действительно довольно много пока фармят. И как-то у него умудряется получиться в тех местах оказаться, где драка-то и начинается. То есть, не отходя от кассы, эти драки получает, какие-то фраги там получает, и 4-0-2 кэри, получите, распишитесь. То есть, он за счет этого довольно успешен. Ну, и плюс, вот, висмастер, который у нас со стаки все это время фармил. Он, кстати, почти уже и с блинком сверху. То есть, как бы они тут отрезок целый не проигрывали файт за файт, но все равно получается коров откармливать. Даже как-то вот и приподнялся Тейтхантер на общем фоне, но это было, видимо, после последнего файта. Так, и вот Варлок. Варлок слишком многое себе позволяет. Он бегает в вражеском лесу, причем бегает он без ульта. Остальных героев здесь попросту нет, и он и данул. Также очень много себе позволяет земель, которая находится вот здесь один. Кого бы он ни нашел, что бы он ни сделал, он в любом случае пострадает и никого не убьет. Что первое, что второе не особо приветствуется. И феечка за ним уже выехала. Феечка уже движется на центр. Улыбается земель. Остальные герои наглую пушат вниз. На самом деле, торопиться им некуда не было идти. Довольно-таки сильный, если все герои денутся. Как-то подуспокоилась игра, вот они разок пошли подразить с Рейдскингом, поняли, что ему все-таки лучше дофармить Рейдинс, лучше взять там 12 левел, и после этого у них кэри начинает драться. Потому что до этого момента он был крайне слаб. Ну, вообще, я сейчас к ВК Рейдинс приехал. Вот, теперь они могут. Теперь им главное вспомнить, что Тайтхантера бить не надо. Они били Тайтхантера, не надо бить Тайтхантера. Тайтхантер здесь, чтобы отдать Рубику Рейвич, чтобы Рубик всех развалил. В противном случае фокусить его нежелательно. Тайтхантер этим пользуется. Он постоянно выходит на передовую, все время стоит спереди, провоцирует оппонентов, чтобы его начали бить. Но в идеале просто обойти Тайтхантера и зайти за спину оппонента. Сейчас попытка будет навязать файт, правда, без участия Вивера. Вивер довольно серьезную часть дэмэджа команды составляет, но в целом на шокучах по-быстрому прибежит. Пока хотят снести Т1 вышку внизу. Я думаю, даже Вивер соло с этим справится и можно остальных не привлекать. Но Вивер решил отойти, не добивать. Ближайшие крипчики тоже сами себя не добьют. Все, наконец, команда подтянулась. И вот они пока бегают в пистером, но время больше у них тратится, чем какой-то импакт происходит. Похлестывают периодически Брайла, но даже так добежать до кого-то и дать рора у него не выходило. Но теперь он имеет уже достаточно много ресурсов для того, чтобы выйти и дать рора именно в того, кого он хочет, потому что у него наконец-то есть блинк. Оптимально срезать кого-то до ульта. То есть либо убить ДП, успевший включить экзорцизм, либо убить Варлока до Голема. Земель убил Тейдхантера, тут же пошел назад. Тейдхантер вообще идет и в Соляново прогоняет всех, при том, что он здесь абсолютно один. Правильно делает. Его боятся. Ну, там Вард вообще был, который показывал, если кто-то на тройке рядом, никого не было. Но они сейчас могут убить, могут, могут, могут убить Рубика, убивают Рубика, минус Рубик. Все, пошел импакт, течет без мастера. Нет, вот знаешь, вот этот Рубик, он скорее больше похож на атипикал Рубика мид, который я видела до этого патча. Который делает то же самое, что и четверка. Да. Только еще и ресурсы команды ест. Да, забрал ресурсы команды, теперь по факту они без мидера играют. Ну, если бы он не попробовал, он бы не узнал, что он слабоват на Рубике. Видишь, что Рубик слабоват. Так, вот будет, видимо, война за Рошана, Тимаду, только сейчас успел к нему подойти, и фли ловит Карст Краун. Есть хороший голем от Варлока, но в ответе террорайс еще лучше от Фун Миндера, который заставил всех убежать, и сразу же после этого рэвидж от Эд Хантера, который приговаривает почти всю команду Симпли-то-бейс. Что и Борис второй раз убьют. Ну, должны, по идее. Там уже и минус... Можно, можно. Аегис, Брайл его забрал себе. И минус Борис, видимо. Карст Краун на нем кастуется, кастуется, набалтывается, и умирает кэри команды Симпли-то-бейс. Правда, Тимадо тоже подставился и умер. Нам по делу. Учитывая, что они боролись 4 в 5, я бы сказал, что драка еще более-менее. То есть, они реально 4 в 5 боролись. Вот Рубик. Вот он, вот он только пришел, Рубик. И добил Ландэнга. Вот весь импакт Рубика. То есть, если бы вместо Рубика был бы любой другой адекватный, хороший, солидный мидер, тот же Бесмастер, допустим, то здесь бы ну, ребята вообще развалили без шансов. А так они, ну, пушку заработали. Икс пулю. 5 800 и 200 голды. Но все равно очень тяжело играть, когда в команде нет мидера. Очень тяжело играть. Но мидеру будет собрать Аганим, тогда, возможно, он будет посолиднее. Это, по идее, должно будет помочь. Ну, это только надежда. Вообще, в принципе, до Аганима у нее недалеко осталось, так что и реализация подобных задумок тоже. А, Дарья, вот вопрос. А зачем вообще Рубик себе взял Вичблэйд? Вы там вроде смотрели, за тем самым Рубиком он собирал Вичблэйд? Вообще собирал, но он собирал его гораздо быстрее, чем то, что было здесь. И, по-моему, такие Рубики они собирали Вичблэйд, только когда у них что-то выпадает нормальное к нейтральным шмоткам. Опять же, тот же самый Ферри Тринкет. А здесь у него поставят маска, кстати, даже не очень понимаю, почему именно он решил его с собой таскать. Видимо, в ВК хорошо и с Квиксельверчарем, амулетом. Он просто красавчик, мое уважение. Он пытается бить с руки, но в замесе это выглядит крайне прохладно, когда он идет и реально начинает очковаться со всякими виверами. Но теперь аганим есть. Теперь можно попробовать. Надо своровать ревадж или рорбисмастер, что угодно, и постараться перевернуть ход игры. Потому что пока весь импакт Рубика, который мы видим в замесах, это он просто пришел, дал фейтболт, ну и кого-то поднял на телекинез. Просто нюк и стан. Нюк и стан может дать половину героя в доте. Поэтому ему пора бы включаться. Комната ожидания реализации аегиса от андайинга. Вератление какой-то такой шанс упустят. Но бисмастер снова отдельно от команды и снова фармит, и пока его команда забирает Т2 на топе, он где-то на боссе крипчиков бьет. Пушивать неплохо. Ну да, но на него сейчас выйдут и вполне вероятно могут и два раза убить, если он аккуратнее не сыграет. Но он делал это данное. Он сейчас может так-то еще и подцепить, потому что ребятки вышку сверху забрали-забрали, внизу остается еще одна вышка. Ну и в центре он может вот сюда прийти и забрать вышечку по центру. Так, какого-то ожидания рора от него? Я не думаю, что, да, стоит драться от Эдва вышку, учитывая, что у них не тегисы, но они очень далеко пошли. Очень далеко пошли. Борис уже понял, что он далеко пошел, пытается отступить. Выходит крайне плохо, почти все лицо потерял просто на топорах, еще одни топоры и Брайлова добивает. Ли врывается в центр замеса и ставит свой ультимейт только на одного Мунминдера, тоже не очень красиво вышло. Ультимативная пошла от Деспрофит и Деспрофит будет пытаться наносить демэш. Есть и Голем, который хорошо зацепил Соберлайта, но Соберлайт тоже уже ничего не может здесь кастовать, поэтому ему стоит отойти подальше. Ломается также еще и тамба, которая была поставлена андайингом. И все, на этом файт для андайингов здесь. Лучше переводить под свой табор, куда, в принципе, то Симпли-то-бейс все равно идут. Я вот смотрел за Рубиком, я надеялся, что он хоть кого-то поднимет в телекинез и бросит, но Рубик сказал нет и никого кидать не буду. Ну, а пока Флип отцепился на Рор, решил все-таки не жадничать Брайвас, кастовать его на четверку, и это минус первый. Хорошая драка. Развели на все кулдауны, вообще на все. Самое главное, что нету экзорцизма, наверное, и Голема, это самое страшное, что Брайвас бетупо есть. Юрис Кинг без ульта сто процентов не пойдет драться, поэтому сейчас они идут спокойно забирать как минимум одну вышку, а может быть даже и две. Да, можно даже на мид попытаться уже зайти, почему бы и нет, Тимата довольно неплохо может Стрэнджи побить, он взял себе Драгонлендс, даст возможность немного безопаснее это сделать, и минус 102 вышка на миде получите, распишитесь. А что тут здесь могут на хайграунде сидеть у себя показать Симпли-то-бейс такой ситуации, если прямо сейчас на них пойдут. Хотя мне кажется, что-то они плоховато вышки ломают, может они с той сейчас не подойти. И могут пофоткать по спамить Фитболт, Крипс фарм. Но вот украденные топоры от Рубика они слишком сильно замедляют попытку запушить. Украденные топоры от Рубика становились бы хорошо, если бы не было каут Вивера в БКБ, который просто набегает на него и заставляет убегать. Вивер просто бежит на Рубика нажимает БКБ и вот эти топоры они уже бесполезны. Поэтому где-то нужно Рубику спрятаться так, чтобы его никто и нашел, никто не бил, тогда возможно он выдаст импакт. Пока Собирлайты продолжают покусить, а Дайенги собираются для того, чтобы напасть в очередной раз. Тут как раз Бесмастер закупил себе свежие 9-секундные БКБ, везет его себе. И 18-й левел у него уже вкачан, то есть правило Рор тоже замаксил. Как-то очень далеко Симпли-то-бейст идут, прям очень далеко. Они, видимо, ждут, что там в своем лесу находится противник, но сейчас их просто разделят и забьют. Рубик. Поднял, смотри. Ну и пока все. И все. Вот тут сейчас неплох, смотри, они отпушивают. И теперь это два могут идти бить. Но Бесмастер оказался хитрее. Бесмастер рядом, приходит на Бориса топорами. И Рор у него есть. И Соберлайд пришел. У него тоже есть чем ультануть. Это минус два. Да, минус два Бориса и, возможно, даже один Земель, а на Земель все-таки отлетел отсюда. В общем, Бесмастер их переиграл, да. Просто рвлами слепачился и не дал в Рискингу никуда уйти. Ну да, в Рискинг в итоге как-то без БКБшки вообще неживуче смотрится. Слишком весь уж контроль получается у него ловить. Армора мало, ХП не очень много и пробивается на раз-два. А когда он купит БКБшку уже и демеджа хватать не будет. Да, при этом он по сути единственный герой, который может наносить урон Виверу в БКБ, но у него слишком мало. По сравнению с тем же Вивером. А остальные герои они Виверу в БКБ ничего не смогут сказать. Та же ДП, если нажимает ультимейт и Вивера от нее просто убегает. Разрывает сифончик и убегает от духов, а потом возвращается, когда экзорцин заканчивается. Поэтому здесь у Рискинга все грустненько. Он стрял. А учитывая нетверт своих тиммейтов тоже, да. Да, да. Ему нужно и танковать, и выживать, и убивать. Самое сложное, когда кору приходится делать в доте все. А, еще и инициировать ему нужно. Ему вообще нужно все сделать. Пока Фли у нас на попытке закрипскипить последнюю внешнюю вышку попался. И в этот раз уже тэп-аут по-быстрому сделать не выйдет. Его ловят на весь контроль. Укатиться он еще может. Но подставляет свое тело Сиберлайт. Не дал это так просто сделать и Фли сейчас должен будет потеряться. Опять подставил себе Сиберлайт. Отличный бодиблок от него. И у Фли и опять то же самое. Да что, что будешь делать? Умеет, умеет. Все камни заступят. При этом они видят вот ДП-фчику. Бесмастер успевает сделать ТП. Бесмастер есть БКБ, поэтому по-хорошему всем нужно отходить, так как там Бесмастер. Остальные герои перетянутся очень быстро. Здесь и мобильнейший вивер, и остальные герои быстро подтягиваются. развели вивера на БКБ. А теперь валим. Убегаем. Ну знаешь, на самом-то деле здесь как-то все, что делал там дайминг по всей карте это какие-то драки за батон, потому что они вроде как находят этих земель, которые сплитпушат, еще что-нибудь такого плана. А в чем смысл-то? Их просто растягивают по карте, они в итоге не попушить нормально, не могут, не пофармить нормально, занимаются такой вознёй. Какое-то время дотянут Simply to Base. Вопрос только, на что это время уходит? Во что его можно вообще купить? Ну, из плюсов, а деньги качаются. Им еще есть куда расти. Как минимум Рошанчик их будет ждать. Притом противник вообще ничего не фармит. Здесь видно, что в рискинге шмотки вообще не прибавляется. Он пятый по Нетверсу сверху. И поэтому можно кататься сколько угодно до тех пор, пока Нетверс растет. Как на дрожжах. Пока ситуации вот как было с Энви ее еще нет. Где вроде бы ребята перефармливают 15 тысяч, но вещи класть уже некуда. И земель. Да, земель снова нашли. Снова. Мне кажется, земель стоит признать, потому что спидпуш у него не очень хорошо получается. Ну, вообще да. Ну, в принципе, это не самый лучший герой для спидпуша. Его очень легко поймать, если он в крипах. Ну, это второй рошанчик у нас подъехал. Здесь уже и Аганим Шарт лежит, так что такой вкусный рошан будет. Кому Шарт интересного этот раз дадут? Пока я смотрю, что падение опять. Да, на варлока. Снова он будет умирать, видимо, первым, откинуть что-нибудь, как-нибудь. Тут уже не имеет особо смысла попытаться, но он пытался до конца своих дней разбивать Тамбу, который... А, нет, там не Тамба, там просто вар стоял. Ну, и плюс рошан. Ну, я не знаю, на самом деле, это, наверное, кроме темат, тут и некому особо Шарт дать. Я вот сижу, фантазирую, что может... как можно всех развалить. Ну, мне кажется, как нам просто прекрасно. Эта серия такая умилая. Да, тут... Ну, тут уже все прекрасно понимают, что уже конец давно. Здесь уже все в руках. Хандайнг. Они сами только могут себя победить. Вот. Тут, разве что, гипотетически, да, там, знаешь, какой-то Рубикс сворует ревадж, даст его по всем. Но и демодж отдохватить он не хватит. Потом сворует топоры без мастера, даже кулдал в 10 секунду, просто. Пока Манкис Форевер ловит весь демодж налицо, умирает, вместе с ней первая жизнь Бориса отправляется в небытие. Дальше Голем падает на Мунминдера. Мунминдера забрали. Хорошо, размен есть. Но дальше есть Тимада, который может бесконечно долго жить за счет своего довольно маленького кулдауна ультимейта еще и Аегиса, который у него есть. Но Дубу подставился, Дубу убивают. Минус 2 саппорта. Так, в общем, фантазия, фантазия. Куда может привести нас фантазия? Значит, сначала Рубик ворует тамбу и ставит ее. Потом он ворует Реверслейдхантера. Дает по всем. Так, после этого он может своровать бедламу феечки. И в кого-нибудь хорошенько въехать под Вейлом. Так, потом конечно, было бы здорово феечки еще и ульту своровать. Но это уже совсем. Мне кажется, на пожизненном сроке воровать за один файт у нее не получится. Да. И в конце своровать-то парабисмастера и просто уже забивать их там, бежать и кастовать. И то не факт, что им ухватит урона. То есть до этого фактически вся игра должна была лежать на Борисе и танк там и женится на Дуде и грец. Вот это вот все. А теперь это должен делать все Рубик один, да? Сам пикнул, сам мучаешься. У Рискинга, да. У Рискинга ресурсы закончились. Он уже как... У меня уже больше тройку напоминает, которая вот входит за мест, как какой-то кентавр, там слардер дает станы и отъезжает. Ну, пока действительно, тут скорее обратный отсчет видится до того момента, пока игра закончится. Но нудненько она стала именно из-за того, что экшн какой-то пропал. Даже вот эти развалы однокалиточные от самих андайингов, они просто фармят всю карту и, видимо, ждут того самого момента, который, мне кажется, уже вот-вот наступит. Тут уже грядится-то особо не во что. Он уже с Кадди появился у Вивера, и... А больше мечтать на данную секунду времени то и не приходится. Тавра падает быстро достаточно. Линии отпушены. То, что там Аегис есть. Да, опять земелью. Т1 вышку пытается на Тобе сломать, да бог бы с ней. Но там, кстати, все равно за ним бестмастер гоняется. Ну, бест, ну, хватит. Пощади. Ну, он пощадил земелью, он укатился. Ну, ладно, они поселят, можно пообщаться о чём-нибудь. Кто вас интересует, Дарья, помимо сегодняшней американской доты? Знаете, ничего, на самом деле. Я так хорошо на ней сосредоточилась, что смотрю и думаю, когда же это закончится-то. Потому что я вот действительно не понимаю, это в Америке делали или во мне, то, что мне попадаются либо какие-то очень непонятные запутанные карты, в которых не поймешь, что происходит, либо вот занудство какое-то бесконечное. Я смотрю. Ну, вот я начинаю уже по-другому смотреть на людей, которые в пабе говорят, я сейчас шмотки разобью. Иногда это не так плохо. Взять, разбить шмотки, да. Как Нунчик там любил угрожать своей команде. Чтоб команда что-то начала делать. Ну и чтоб игра закончилась. Потому что по сути да, они сейчас едут. Ну вот он! Вот он Тайдхантер. Зашел, зашел. И это будет минус Рубен, хотя его вроде как отвезли немного подальше, справился с этим земелья. И Рубенчик-то жив до сих пор. И Борис даже до сих пор жив. Слушай, нормально. Все живы, все здоровы. Тамба стоит. Эх. Знаешь, когда у меня тиммейт грозился сломать шмотки, мне всегда бы хотелось, чтобы он просто ливнул, чтобы нам денежка хотя бы капала. За его рейдж. И все. Ну я думаю, что удар тоже, возможно, уже ребятки хотят, чтобы кто-нибудь ливнул, чтобы она не закончилась, но никто не ливает. Но никто не ливает. Все борются до последнего. Мне даже одно время вспоминала сказочка, где у нас был истинный джентльмен на кэре. Его дисконектнуло, и все паузы закончились. В итоге ему засчитала лифт, нам денежка капала. И несмотря на то, что ему уже был засчитан лифт, он все равно зашел обратно минут через 10, вернулся, помог нам выиграть игру. Это было так мило. Я бы так никогда бы не сделала. Если мне дисконект бы засчитался, я бы уже ливнула. Не, Дарья, вас-то я не сомневался. Но он красавчик, он молодец. Тогда я поверила, что добро в этом мире существует. У нас сам Аегис уже что-то закончился? Да, уже Аегис закончился. Ну ладно, тут фли выкатился сам, немножечко решил ускорить. Рубик, Рубик идет. Ворует топоры. И пошел, и пошел. Нет? Нет, он не глядит. Так, подождите, по вашему плану должна была быть сначала тамба, потом ревейдж. Потом еще бедлам, чтобы кого-то он смыл за ревейдж. Бедлам очень много урана наносит у феечки. Прям очень-очень много. И уже в конце он ворует топоры и добивает всю команду. Но здесь ничего подобного нет. Здесь 21к. Они не заходят, другие ничего не делают. Да, да. Блин, вот, еще я начинаю с большим уважением относиться к людям, которые начинают совершать неадекватные атаки из серии Rush 3D Gang. 3D атака. Может быть, слышала? Ну вот сейчас, мне кажется, что-то похожее должно было произойти. Но как-то Симпли-2-бейт своих соперников не нашли. Зато Undying'и справились с тем, чтобы обнаружить двух саппортов и выкосить их. И это шанс зайти на хайграунд. Вот-вот-вот-вот. Пошли-пошли, мужики, две тележки, две тележки. Сейчас их... Стоять насмерть, но две тележки должны жить. Живер, 3к хп. Защит... Эх... Да я тоже думала, он скальди купит, просто уже пойдет под фонтан вражеский стоять и все. Он что-то не из этих... Он таракан просто. Как бы язливый, который прячется к углам. Так, Max Forever. Его даже в рор закрыли. Он простоял в стане благополучно, ничего не произошло. на Бориса. Выкидали немного заклинаний, он потерял 2 3кп и ничего не произошло. Саверлайт в итоге без тележек через бэкдор набьет этот савр. Тележек нет. А Рубик с топорами? Блин, Рубик с топорами может вечно дефть. Ну вот это оно. Брайл еще раз накричал в этот раз на Рубика. Рубик вроде как под контролем, он успел БКБ нажать и много дэмэджа по нему не нанесли. Но Дубо поставляется. Дубо умирает, Муминдер умирает. Ух, как хорошо. Бодренько сейчас начинается. Хорошо. И бежать, и бежать, и бежать. В разные стороны. Все в разные стороны. Так, и опять ничего не снесли. Да. Так вот, это уже чем-то напоминает мне раш 3д атаку. Вот были легенды. Володя по ГГ, Драг 13, Секверти. Вот. А Сережа еще станет золом. Ну я там бегал. Что-то пытался делать. Тут опасно, слушай. Опасно, опасно, опасно. Они вышли, решили подраться в 3 в 5, они могут развалить. Рубик уже отъехал. Бескинг понимает, что это не его война. Варак также отъезжает. ДП-шка пытается убежать. Хочет убить бестмастера. Бестмастера очень много жизней, при этом еще имеется сыр. Не может он его забрать. Забирает и бестмастера, и круто. 3 в 5. Они как-то вылезли впервые из жизни, но вылезли без байбеков. Вот это грустно. Как это хорошо. Нет, почему это грустно? Подождите, мне кажется... Потому что мы с вами занимались фантазированием последние 20 минут. Того, что может случиться, чтобы выигралась эта катка с 5-2-б, если хотя бы один файт. А где гарантия, что они этим не занимались? Не знаю, они последние 15 минут на байбеке сидели. Я думаю, что только не занимались. Нормально дефались, сидели себе. Нормально у них все шло. Деньги какие-то приходили к ним. Там сейчас Борис просто донет. Саппортов вражеских резали, а сейчас хуб взяли, вышли и минус 100 секунд Мангс Поревер. Ну зачем? Хли. Пока живчики, пока вот, в принципе, за 20 минут попыток зайти антайнги снесли одну сторону. Могли бы 0 снести, опять же, если бы не вышли они в SkyGround. Вот. И я вот такие моменты уважаю людей, которые выходят и фидят. Ну, потому что все равно их, скорее всего, добьют там. Вероятность того, что они победят крайне мало, там, меньше 2%, поэтому здорово, что они спустились, фиданули и потеряли две стороны. Это вообще замечательно. Я вижу в этом для них, и для андайингов, и для нас с вами, Дарья, и для наших зрителей. Я вижу одни плюсы. Жизнь — это сплошные плюсы. Все бы были такие каточки, какая у нас была первая, там хотя бы месяц было. Да, но... Да, но не всегда. Ничего, американская дота в кориде много. Опять же, я очень много надежд таю на счет второго дивизиона, на котором у меня будет побольше, и что я там посмотрю на истинную сущность этой доты. Но пока у нас... Да, надеешься на второй дивизион Северной Америки. Не, ну почему? Южная Америка, первый дивизион тоже очень крутой. У меня тоже... У меня всегда вставляло истинное удовольствие за них смотреть. Но тут у нас пока везем то, что земель подставился. И умер Борис тут, кажется, тоже желез. Хотя... Что-то он как-то так веленько сопротивляется. Пару тычек по Собирлайту дает. Собирлайту все пытаются избить. У него скоро реводж будет, но не факт, что он доживет до его появления. Хотя его подхиливают и дальше жить продолжается. И Макс Форевер не очень много это живет, несмотря на свой скастованный экзорцизм. Не получается у него много дэмэджа им нанести и, видимо, опять умереть. Но в этот раз у него есть байбэк, правда. Без экзорцизма байбэк мало чего стоит. Ну все, все, все. Добили, добили. Варлок, правда, купил мангусики. Имеется голем, и он пошел. Он готов. Тянуть голема. Повесить банды. И со спокойной душой, и с чистой совестью отъехать от Аверта. Он сделал максимум того, что может. На это моя работа все, но ты же ничего не сделал. Тут Макс Форевер тоже на базе уже на фонтане умирает, сама дала душа, и наконец-то это носили, заканчивается тем, что ГГН и писали Simply to Best. Да, конечно, тут у нас чудес не произошло, хоть эта каточка затянулась относительно того, что мы видели на предыдущие, но так или иначе поверить в себя Simply to Best шансов не дали. Да, Дмитрий? Да, Дарья. Значит, пока все не разошлись, я всем напомню, у меня тоже есть своя роль. Я здесь для того, чтобы вам всем сообщить, что в нашей группе ВКонтакте стартовал розыгрыш клавиатуры XPG Summoner подписывайтесь и участвуйте. Ссылка на группу Ruhab ВКонтакте можно найти по трансляции в описании канала. Ваша роль. Мои полномочия тоже, да. Мои полномочия тоже закончены. Ну что, и наша роль, в принципе, здесь исчерпана. На этом наша не самая жаркая ночь американской дотки заканчивается, ребят. Но вы можете сильно не грустить, потому что у нас впереди будет еще миллиард таких же. Недельки-две ближайшие, мне так кажется. Даже три получается с половиной. И каждый божий вечер заходите на наш канал. И у нас тут либо Северная, либо Южная Америка всегда играется. И поддержите просмотры. Может, там даже Южная Америка еще не кончилась. Можно будет посмотреть. Ну а пока, ребят, на этом у нас здесь конкретно все. Спасибо вам большое за то, что смотрели. Мы вас всех очень любим. и мы идем спать. И вам тоже желаем. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok